Карамбо ТВ представляет Здарова! Ребят, я здесь узнал про гонки на Скар Ну там, где машины по кругу гоняют И на стадионах собирается больше людей, чем у телека на Новый Год Казалось бы, что там интересного? А вот что! Круто, да? А через полчаса опять Пиздец у них там скорость Мне кажется, у зрителей там вместе с крышей одежду срывает Раз меня чуть с дивана не сдуло Да и вообще, мне кажется, что они приходят туда чисто ради того, чтобы посмотреть, кого же на этот раз будут отскребать от дороги Гонка продолжается 500 кругов Пиздец! Наверное, потому что 300 из них машины по инерции двигаются Все с той же скоростью Но больше всего меня удивляет сложность правил этой гонки Ездить по кругу и поворачивать только налево Это вам не Формула-1 со своими извилистыми трассами Поворачивать только налево? Это пиздец как сложно Да и еще от такой скорости им стопудово очень сильно давят на очко А расслабиться там вообще нереально Поэтому у них там походу туалет прямо в тачке встроен И чтобы смыть, нужно дополнительную педаль нажать Как в поезде А раз так, то куда это дерьмо летит? Да прямо в лобоуху другому и летит Поэтому они очень часто дерутся на трассе Это твое дерьмо было! Нет, это не мое дерьмо было, я вообще всю гонку терпел А вы обратили внимание на рекламу на тачках? Нет? Посмотрите Что, плоховато видно, да? По-моему, этот рекламный ход не работает полноценно Это то же самое, что штамповать рекламу на рыбах в Москве-реке Или на военных истребителях В момент выполнения ими миссии по уничтожению населенных пунктов Мне еще нравится старая тетя, которая потеряла очки в момент этого дикого угара Что она там вообще делает? Ей же лет 60 Мне кажется, она просто пытается сфоткать на память своего любимого внука-гонщика Так, режим пейзаж, ага Ой, внучок едет Ага, улыбайся Черт, все смазать Эй, и грилот широкий, что ли? А ему по приколу идти против ветра Ребят, не пытайтесь повторить это дома Гоу Мне казалось, йога это индийская тема А тут китайцы выдают новую методику Йога по-пекински И вообще, может все неправильно занимались йогой Давайте посмотрим еще раз, как правильно нужно делать Йога, йога, йога Хотя, че я гоню, ребят? Возможно, это не йога совсем А тренировка начинающих акробатов Которые готовятся к экзамену по круговоротной системе А чувак за кадром, которых раззадоривает По-любому русский хореограф из Шапито Ну и чтобы трюк в цирке удался Им не хватает маленькой детальки Кстати, вам ничего ужасного не напоминает это видео? Мне кажется, оно легко могло бы сойти за трейлер третьей части человеческой многоножки Только теперь она будет модифицированной Выступать в цирке и делать акробатические трюки А вообще, такие навыки могут пригодиться им для работы Например, в фастфудах Можно работать целую неделю, не покидая рабочего места Один спит, другой работает, потом хлоп Свободная касса Следующее видео из довольно редкой категории Хороший российский вирусняк Вот серьезно, мне даже приятно вам его показать будет Субтитры сделал DimaTorzok Здесь песен слышали Здравствуйте Я что-то тут в лифте застрял Помогите Чем? Вы пиццу-то заставляете? Да А в принципе, какой это имеет значитель? Достать пиццу и поднести ее к микрофону Я хочу услышать запах пиццы Это что, прикол что-то какой-то? Прикол в интернете Короче, по легенде, этот лифт подключен к интернету И он будет на протяжении всего видео подъебывать пассажиров Мне очень нравится первый персонаж Рифт не поедет, пока вы не скажете волшебное слово Че? Пароль принят Вот она Вот она сила представителя власти Мне кажется, полицейским мат нужно ввести в штатный лексикон Ну вот, например, кто будет останавливаться, когда ему кричат Немедленно остановите машину Лишком слабо звучит А вот если бы они кричали Остановись, блядь, мудень, ебаная, то тебе пизда Человек бы сразу понял, что дело серьезное и остановился Ладно, давайте дальше Здравствуйте, вас приветствует мини-мишный лифт Я очень вам рад Куда поедем? Хотите, я отвезу вас в сказку? Че, что нахрен? Подойдите, подойдите, тут голос еще Да ладно, поезжай, черт возьми Спасибо Я голос сзади Этой тетке больше всех не повезло Сразу два психических расстройства подхватило Шизофрения и глаустрофобия А когда она пришла домой и сказала мужу, что с ней только что лифт разговаривал Муж ей ответил Да ладно, я только что с утюгом в карты играл Иди жрать готовь В общем, видео длинное, и я уделю внимание еще паре очень крутых моментов Вот этому, например Ну вот это просто гениально Мой словарный запас пополнился еще одной эпичной фразой Точнее, комбинацией эпичных фраз Ты кто такой? Ты кто такой? Ты может быть вообще маньяк какой? Кто ты вообще такой? И, как всегда, эту фразу можно в повседневную жизнь интегрировать. Вот, например, звонят вам с незнакомого номера, вы берете трубку и говорите «Ты кто такой? Ты кто такой? Ты, может, маньяк такой? Кто? Ты вообще такой?» «Ну да, я маньяк, как ты догадалась?» Мне еще очень концовка понравилась. «Кстати, а что будет, если ты сажаешь пиццу, которую доставляешь?» «Ну что, попаду на бабку, блин» «Ты будешь есть пиццу или нет?» «Нет, конечно» «Нет, чего сказать, да?» «Спасибо» «Я знаю» «Пока, Петь, езжай дальше» Вот это супер круто было. И ведь самое главное, что никто не поверит, что лифт заставил его съесть пиццу. Но если бы я был на месте лифта, я бы добрее сделал. В тот момент, когда парень подносил пиццу ко рту, я бы сказал «Не хавай» В общем, создатели этого видео добились своей цели. Я его посмотрел и зашел на сайт, указанный в конце. Ребят, я сейчас видео покажу, где пацан на крыше висит и... В общем, смотрите сами. «Дэнчик слазит» «Я это все сделал!» «Да?» «Е-бич» 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 «Блин, ребят, я могу бесконечно любоваться на это полное надежды лицо» «Вот реально!» «Вроде бы все сложилось хорошо, он благополучно спрыгнул, даже не ушибся» «Но нет, блять! Ебаный дождь все карты смешал» «Э-ху-ха» Вы только посмотрите, сколько на его лице отчаяния, надежды и горечи Мне это напоминает кадр из фильма «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне Где он над пропастью за руку держал Сару и боялся, что она сорвется Единственное, что отличает Денчика от нее, это боязнь высоты Да и еще, у Денчика в глазах реально больше страха Так что же случилось такого, что Денчик попал в такой неудобный замес? Мне кажется, пацаны, как обычно, курили на крыше, чтобы никто не запалил А Денчик не курит и решил убраться оттуда, чтобы на него не надышали Страшно как, блин, подо мной ничего нет Че же я сначала не посмотрел тут, но мне плевать, я не буду курить О, блин, невысоко было, заебись А, блин, походу все-таки надышался Хотя, судя по выражению лица, он не высоты боялся, а мамку, которая из окна другого дома его запалила Денис, ты что там куришь? Маленький говнюк, а ну слезай оттуда, кому сказала Я все твои пирожки съем, понятно? Нет, нет, мам, пожалуйста, оставь мои пирожки, надо тропиться Но судя по тому, как Денчику было страшно, можно подумать, что его намеренно тянет кто-то вниз Сатана, блять! Иди сюда! А вот потом-то становится ясно, что Денчик даже с табуретки боится спрыгнуть Поэтому, когда он одевает свои ботинки, то он еще минут пять стоит на месте, чтобы привыкнуть к высоте Короче, Денчик определенно не хотел, чтобы кто-то заметил, как он слазит Но, блять, в такие моменты всегда появляются парни, которые стебут тебя Е-бич! Но все же Денчик молодец Он не спрыгнул с крыши, как самоубийца И даже после двойного фейла поднялся с колена и сдержал себя в руках Чтобы не залезть обратно на крышу и не приписать в щи тем гиенам, которые ржут над ним И даже сигаретку не достал, чтобы закурить с нервячка Потому что не курит А просто ушел есть пирожки Денис, домой! Да иду я, иду! Вы всю неделю думали, что ж показывали вот эти ребята Вот эти варианты прикольные А вот этот самый адовый и просто классный А теперь правильный ответ Показывали нигерский гангстер А следующий виденный интерактив нам прислал вот этот чувак Привет, Макс! Привет, друзья! Угодайте, что я показываю? Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде Присылайте мне видео ответом на ютюбе или вот на этом мыло то, что вы сами хотели бы показать И чтобы это попало в интерактив И чтобы это было самым крутым видео, которое попало в интерактив Йоу! А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбы Выходят эксклюзивные эпизоды Плюс 100500 Каждый четверг на сайте Карамбы Плюс 100500 Эксклюзив В общем, эксклюзив Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео И тогда Восьмиэнергичное Все Ну что ж, друзья Это была передача в гостях у сказки Меня зовут Бегемот Владимир Пока Иногда лучше молчать, чем говорить Кто-нибудь слышал, что говорил его адвокат? Я! Я! Ну просто очень жалко ее Я бы хотел увидеть, как она играет в теннис А еще лучше участвует в скачках на лошади Я! 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 Люби собака ��ниверситетететететететететететететететететететелев